Друзья, всем привет! Решил сегодня позаниматься своей машинкой немножко. Выскочил пулчок, я его уже тут расковырял. Думаю как-то его заделать. Сначала хотел все зачистить преобразователем, но тут посмотрел, что работает километр целый. И думаю сейчас все это заклеить, заклеить здесь маляркой, здесь вверху маляркой заклеить, заложить все это каким-нибудь либо картоном, либо тряпками, внутрь туда напихать тоже тряпок и чухнуть все это пескостроем. Не знаю, что-то у меня получится. Сейчас попробую. Короче, сейчас заклею, все это дело чухнем. Достал пескострой. Кстати, доделал, чтобы потом не говорили, что сопли, проволока, все цивильно, теперь на хомутах. Вот такая трубочка. Все класс, аппарат работает. Вот так я это заклеил. Взял из журнала такие толстые листы, обложки. Вот эту всю ремонтную часть отклеил. Здесь сейчас тоже листами все заложу. Так поставлю их в прорезь, чтобы на крышу не летел песок. Попробуем чухнуть. Не знаю, что у меня это получится с этого, но это лучший вариант, конечно, очистить эту всю ржавчину, потому что не хочется затрагивать хороший металл, срезать его чем-то. А преобразователь здесь вряд ли еще возьмет. Пару лет этот паук жил, разъел, все хорошо. Напихурил туда тряпок, запихал, короче, целую кучу их. Такую полоску нашел, ее тоже тоже запихнул. Все класс, сейчас туда ничего залетать не будет. Так что сейчас выгоняю машину на улицу. Начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, короче, друзья, это все получилось. В принципе, класс, меня все устраивает. Ручную я бы так не вычистил, здесь прям такая канава образовалась уже. Прошелся полностью по всему кантику, где была ржавчина, все это сбил. Сейчас это все дело подшпаклюю и затяну винилом. Не буду запариваться с покраской. Затяну этот кусочек просто белым винилом и все. Все машины в песке. Крыша, все в песке. Короче, в этом плане, конечно, жесть. Не пошла у меня, короче, пленка. Не знаю, что это. Такое место не очень удобно тут ковыряться. Думаю, краска будет понадежней, чтобы еще потом под пленкой не полезло это все. Решил все-таки покрасить. Съездил сегодня за краской, купил краски. Сейчас буду красить все это дело. Начал уже шпаклевать. Первый слой шпаклевки положил, затерл, уже второй нанес. Вот она, шпатля наша лежит. Короче, сейчас высохнет, затру, загрунтую. Не задую. Купил краски. Вот она, 100 грамм. Подкрасить лака. Бардак целый за столе. Как всегда. Сейчас я закрутую салфеточкой, закрою. И начнем покрасочные работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Подготовил все уже, загрунтовал, все затер. Машинку обклеил, построил только ремонтную зону. Сейчас дуну это все, потом выгоню на улицу, пускай сохнет. Вот так это все у нас получилось под грунтом. Все класс, ничего не видно. Посмотрим, как у нас получится покрасить это дело в гараже. Вот тут у нас имеется вытяжка самодельная, но это так. С краской она не очень, конечно, справляется, но какая-то поддержка есть. Сделала с автомобильного вентилятора, который стоит на радиаторе. В принципе, нормально вытягивает с гаража всякой гарри. Приступаем к покраске, снимать не буду, потому что пыли будет много на камеру лететь. Так что покажу уже конечный результат. Короче, задул я. Вот так это все стало выглядеть. На камеру-то не очень все это видно. Ну, цвет класс, все попадает, в принципе. Отлично. Конечно, мусор есть, но это ничего страшного. Это не камера для гаража. Это пойдет, подсохнет, потом полирнется этот мусор и будет все класс. Ну, вот и все. Закончил я с покраской этого элемента. Вот так все получилось. Все собрал на место. Так что пескоструй очень удобная вещь. Даже в малярных работах она может иногда пригодиться. Скажем, почистить какого-то жука-паука, чтобы не счищать лишний металл. Как-то так вот получилось. Для гаражных условий, я считаю, это вполне даже класс. Ну, вот и все. С ремонтом Volkswagen мы закончили. Сами видели, как можно с помощью пескоструя локально зачистить какое-то повреждение. Так что, если кто-то заинтересовался изготовлением такого пескоструя, ссылочка будет в описании под этим видео. Там полностью весь процесс изготовления его. А кому понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok